Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Вот вчера мы обсуждали с Алексеем Чехуновым событие, то что количество постоянных виз уменьшили, практически по всем позициям увеличили проходной балл до 70, 80, даже 85 для бухгалтеров. Но должен вам заметить, для аудиторов, то есть ребята, которые учились здесь, они могут поддаваться на аудиторов, и тогда будет 80. Правда, аудиторов мало выбирают, то есть более сложная ситуация на этом рынке. И если человек заинтересован в эмиграции, то, как Леша сказал, практически кроме обучения другой альтернативы нет. Я имею в виду профессиональная эмиграция. Вот здесь я бы хотел немножко пояснить, то есть в результате разговора, потому что разговор должен был быть серьезным, и серьезно, в принципе, разговаривали на эту тему. Я думаю, что обучение в Австралии должно следовать обучению у себя дома, ну в данном случае в России, коль речь шла о России, ну в принципе Украина, Казахстан, без разницы. Первое, что люди должны сделать, это получить высшее оборудование у себя дома и потянуть английский до уровня 6,5-7. Это объясняется разными причинами. Во-первых, получив квалификацию, человек уже может набирать опыт по ней. И это касается и информационных технологий в особенности, и даже той же самой бухгалтерии, и много чего другого, инженерного отдела, например. После этого человек, имея 6,5-7, естественно, он сможет сдать на все восьмерки, то есть на 5,79 и на 10СЛ. То есть он может быть гарантирован 25 баллами за английский язык, ну за образование 20. И вот подразумевается, что человек с молодых ногтей учился, то есть 18 лет, пошел в университет, получил оборудование, подтянул английский и сразу приехал сюда. То есть 30 баллов, то есть 75 баллов. Соответственно, мы выходим на уверенные 80-85 баллов, даже до 90, без вопросов. Соответственно, человек учит здесь магистратуру, потому что просто не дадут ему бакалавриат, скорее всего, не дадут какую-то дисциплину, какую-то квалификацию, очень сильно отличающуюся от того, что он учил. Ну и слава богу. Соответственно, что касается айтишников, бухгалтеров, инженеров, они могут во время учебы уже на полставки работать. И 485-я виза выпускника, так называемая рабочая виза в просторечии, после обучения, они позволяют набрать достаточно хороший стаж, но в принципе до 10 баллов. То есть это самый оптимальный путь иммиграции профессиональной, который я на данный момент вижу. И я думаю, Алексей Чекунов со мной полностью согласен, потому что к этому мы, кстати, и пришли. То есть человек, ну, грубо говоря, 18 лет делает специалитет или бакалавриат, где-то 22-23 года заканчивает свое обучение. У него хороший английский, едет сюда, где-то 28-30 годам он эмигрирует, имея квалификацию, два диплома, опыт работы и совершенный английский. Те ребята, которые заскакивают в последнюю дверь последнего вагона, то есть и возраст, и еще какие-то условия английский и так далее, они должны понимать, что у них есть гендикап, но все-таки они это могут сделать. И в первую очередь касается ребят, которые вот это вот все закончили, отработали там 2-3 года у себя дома, 5 лет. Людям где-то 25-28 лет. Вроде неплохой английский, но что-то не получается. Естественно, для таких высоких баллов они не проходят. Все эти 489-е, 190-е и прочие визы, они обычно требуют работодателя, и это крайне сложно. Кто будет покупать кота в мешке, тут своих специалистов, в том числе, которые здесь иностранцы, отучились очень много. Вот, соответственно, самый простой, практичный путь, который у нас был, это вот специалисты приезжали сюда на туристическую визу, делали себе восьмерки, там 79-5-и, делали на ТССЛ, и понимая, что, в общем-то, этого мало, они просто подавались на высшее образование уже здесь, что делать, в принципе, не так сложно подаваться здесь, это не Россия, это не Украина, то есть, достаточно несложно получать вот эти вот визы. Были бы деньги, было бы желание, был бы английский, и было бы понимание того, что я сейчас говорю. Так что, дорогие друзья, не все так плохо, безусловно, у людей всегда будут возможности сюда приехать, но ко всему надо подходить с умом, и путь иммиграции через обучение уже людей, получивших, по крайней мере, какое-то высшее образование в России, это сейчас главное на повестке дня, ну и английский, конечно. Так что, добро пожаловать, мы вас здесь ждем, не знаю, как Австралия, а мы вас ждем. И хочет сильного Австралия, а может быть, не очень сильно хочет, а мы хотим, чтобы вы сюда приехали. И если вы захотите, вы приедете. Спасибо.